Пусть будет по-нашему это сбор Да, сбор Понятно Флаги весь, обратите внимание, да? Да Российский, белорусский флаг Все как положено, на высшем уровне идет, да Подготовка ведь на высшем уровне Сегодня уже с 9 числа приехали ко мне Ну отдыхается у них по плану Погода способствует хорошая Море теплое 22-24 градуса Ежедневно посещают ванны морские Значит, команде Ставится задача На предстоящий выход в море Море такое, значит 19 сентября Значит, в 7 подъем по тревоге 6 часов 00 минут 7 часов выход Из Севастопольской бухты В открытое море, на Шкуниловке Форма одежды, походная Вопросы есть у состава команды? Нет вопросов, нормально все Мы готовы Тогда готовимся Саша, ну кормить ладно, понятно, надо, конечно А ловить Давно стоишь? Ну часик, конечно Ну и что, бы я одну поймал? Да ты что? У них что сегодня? Праздник, что ли? Все Корабли есть На пляже никого не видно Господа, пенсионеры Экипаж лодки Значит, по непредвиденным обстоятельствам Коррективу внесла погода Значит, отменяется наш выход в море По следующей причине Так как пришла телефонограмма Ну думаю, мы не можем себе И не вправе отказать в просьбе Об этой рыбалке Поэтому принимаю решение 16 сентября Маленькими РРГ Осуществить разведку морских глубин Вдоль берегов Любимовки И по возможности изъять Часть рыбных запасов для гостей Для ухи И для поджарки Хорошо Решение принимается Пойдем ближе к берегу Будем сегодня смотреть лов Это был контрольный заплыв Перед понедельником Перед проведением операции Путина-2017 На Катране возвращается Понятно Это Катран вернулся с охоты Чего? Так я вижу, что он там Сказал, говорит, Николай Андреевич Через 20 минут будет на берегу Человек придет, да ты в воде будешь Да-да-да, он же там сидит О, сегодня хорошо Да, сегодня хороший Лов Так это что, парамута? Нет, это лоски А, ну правильно это ты говорил Может нам вчера Сейчас говорит, что в любимого Лоски будут клювать Да-да-да Хорошая, сегодня крупненькая такая пошла Ну показывай собой большую Больше ладошки я уже видел Нет, я не знаю У меня вопрос, ну он такой А у него один-один вот такой Да, он говорит, до полкило Это один есть, там точно Он вкусный, вкусный очень, ребята Жареный вообще обалдеть Ладно, не зря сходил сегодня в море Не зря Не зря Возвращается с разведки Михалыч Проверял наличие рыбы в море Сейчас узнаем, как заключилась его разведка Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Вдом, как и в море Субтитры сделал DimaTorzok ура прибыл ну что, Михалыч, как разведка? море сегодня рыбное с утром, конечно, было неважно вечер был а так, в общем, я считаю, что рыбам зашел ух ты, какие хорошие рыба красивая сегодня это бычок, да? ух ты, какие бычки таких давно не было хорошие, да, таких не было давно они тоже лоских не приходилось давно таких ловить не надо, пальцы потом болеть будут 3 часа будет болеть давно не приходилось такой рыбу ловить но бывает, что крупнее зритель набежал сразу всем интересно, как рыба ловится не подержи, не бойся да он живой еще, живой еще видишь, он живой а вот эту зеленушку подержите это зеленуха, держите едят а вот это барабуля царская рыба не бойся она не кусается, не бойся кто подержит рыбу? это ерши вот видите а вот это это ерши ерши, смотрите, очень аккуратно колючие, колючие если ловить, то трех часов будет болеть рука вот видите, шипы вот эти поэтому срезать надо вот это вот этой шипы они здесь красивые какие-то ерши ну рыба красивая а это ерши тоже на это на кревет ласкирь, морской карась а это зеленуха это болгары говорят уху не делают без такой рыбы рулеена или как они там рулена называют ну таких бы десяток есть ну что клевало ну вот клевало не знаю, килограмма наверное по три есть не больше а парт нормально он поймал он стоял на камнях красава его чтобы крючок когда снимать сразу берете вот так вот все он у вас не ужарит снимайте что хотите с ним делать вот классно видите вот он может спокойно проглотить эту барабуль и так далее видите вот он спокойно гоняется за такой рыбой вот мы его всегда на бычка ловим ловим на кревет вот рыба считаю неплохая да красота ну к мальчика давайте нос фотографируем повернись туда на кинокамеру оааа смотри вот на Иршане наступили в интернете держись смотри а давай Михалыч на считай не отвлекайся на папу посмотри что такое что такое дёрнулся неожиданно она живая подержать репку можно? колючей иной лозвабры возьми как силы осторожно все морской окунь все все ядя отдавай да и дать ты доволен? Валерий Михалыч одел обувь посторон снял да ну вот я вам хочу сказать сколько Михалыч штук сколько удовольствий получил удовольствий много но и трудов много нет нет сколько штук ну из всего ребята вот это это красота за такой рыбой можно как ее называют? ну вот ласкель морской каразин или еще называется черноморская пиранья видите у нее зубы такие наборы смотрите потрогайте зубы видите да она ракушку разгрызает и все вот видите здраво очень вкусно вот так надрезать ее полосами и надо чтобы была муха одну сторону обжаривается переворачивается луком засыпается на эту надо луковицу на сковородку на эту рыбину очень вкусно а вот это скорпиония ерш ерш очень хорошо ухас с него да да но это скорпиония так бывает галапендра нет галапендра которая бегает это скорпиония наушно мы не научно мы то что попадет на год то и съедаем бывает и собирается за весну вот головы на головах делаем бульон ухи а потом бросаем нормальную рыбу перед тем как эту рыбу чистить срезаем вот эти все верка вот эту и вот эти видите вот шипы которые болит скорпена называется скорпена скорпена ладно надо идем в интернет порой читаем это бесценное ну понятное дело пришел с морских пучин рыба сегодня удалась конечно вот немного было несколько крючков крючков оборвали они такие вот с утра был восточный ветер так подбывал что якорь не держал на месте но потихоньку рыба начинала проклевывать значит вся фишка в том что рыбу поймали так как мы ее постоянно искали периодически если рыба не клевала в течение 15-20 минут якорь поднимали сходили к другим местам выбирали где расшелены между скалами поэтому ветер восточный принес нам неплохую рыбу я думаю что этой рыбы может быть то есть рыба в море есть операцию пути на 2017 можно начинать лодка не подвела держала вот удочка тоже одна работала обрывов не было сегодня особо два грузила там два крючка но были сходы возможно вот и крупнее вот такой ну что делаем мы вот такой если погода нам позволит то в понедельник можно оштурмовать море если не позволит значит все отвисит под погоду да ну я думаю есть что приготовить да приготовить есть если что не в обиде будут рыба напоймана значит что я хочу сказать для начинающих рыбаков значит чтобы рыбу нормально ловить ее нужно постоянно ловить постоянно искать новые методы места и так далее лески нужно использовать тонкие не стремитесь к толстым лескам толстые лески отпугивают рыбу при прозрачной воде как сегодня когда вода мутная может еще работать леска и 0,16 0,18 допустим но когда чистая вода леска работает 0,12 0,1 поводки крючки 5-6 тонкий металл вот и успех такой мы опять в гостях на тихой пристани рыбу поймали распотрошили приготовили пойдем к Михалычу посмотрим чем он занимается после рыбалки ооо за столом сидит что-то там выше что-то там донимает а чем сейчас посмотрим спросим у него что же он тут делает Михалыч да ну вот тут вот прибыли к тебе посмотреть результаты рыбалки мы видели ты всем показал какую рыбу поймал сколько рыбы всем мы видели конечно не та рыбалка что мы планировали выйти в открытое море большой группой но маленькими группами рыбалка удалась что ж теперь сделаем после рыбалки чем занимаемся хоть рыбаки чтоб знали что там дальше делать надо вот кажется что после рыбалки нет никаких работ а вот допустим берем нитку значит порвалась нитка это вместо лески которая применяется и вода попала в катушку катушка упала в воду и заклинила катушку вот видите если сейчас это все не проверить и выйти на рыбалку рыбалка если не смазать будет уже никакая рыбалка это соль ее съела что ли что там заедает соль попала и подчимник заклинит ни туда ни сюда не движется катушка поэтому если вовремя не реанимировать ее значит эта катушка выйдет из строя поржавеет подчимники и так далее хоть и катушка не из дешевых но вот и она тоже воды соленой боится поэтому надо промывать водой пресной а потом надо маслом смазывать а я думаю что это у нас рыбаки после рыбалки резиновые лодки начинают пресной водой обмывать да вот шелуха допустим вот бывает все это надо снимать потому что когда собираешься море начинает штормить начинаешь выходить с воды уже не думаешь об этом что как удочки чтобы выскочить не набрать в лодку понятно если из 100 процентов моря спокойное бывает то неважная погода бывает процентов 60-70 вот в таком плане вот поэтому удочки придется катушки перебрать значит вески проверить подзатянуть ролики разные смазку произвести вот потертости лески которые вот ходит леска постоянно метр три-четыре надо после рыбалок тоже метр три-четыре отрезать и перевязать на новые вот кошмар оказывается не только удовольствие но еще и труд перепроверить надо все вот эти подвески вот где крючок оторвался подготовка немало времени занимается в основном вечером занимаюсь этими вопросами понятно ну скажите Михайлович вы только здесь рыбой занимались ловите или где-то еще раньше ловили рыбу ну рыбалкой занимался давно с детства еще начинал а когда уже начал службу вооруженных силах значит приходилось служить мне на дальнем востоке в золотой долине где там приобрел очень много друзей вот некоторые из них уже приезжали сюда в тихую приставь встречались семьями вот значит многих я приглашал друзей сюда приехать но наверное не получается значит ну всегда хочу сказать не надо откладывать на завтра то что можно сделать сегодня жизнь движется мы не молодеем все пока силы есть нужно какие-то решения принимать приезжать сюда а что-нибудь я знаю что вы пишите стихи что-нибудь для друзей ваших есть там какие-нибудь строчки ну будь для золотой долины да для местных друзей которые есть и может быть тех которые далеко-далеко находятся хотят приехать но не могут приехать какие-нибудь строчки есть там про рыбу там и так далее очень много из золотой долины мы с ними общаемся это вот такие Носовы Тамара Виктор есть с Воронежа Жукевич Чернуха Фиткевич значит Стратиенко Василий Бабич Никитины Чепинские Мелешко Сленчик Михаил вот очень много друзей было приобретено за эти годы хороших друзей мы в одноклассниках с ними общаемся значит ну вот пользуясь случаем вот у одной женщины значит из наших друзей был день рождения в сентябре вот значит значит поздравил хочу ее поздравить это значит родственница Ситниковых это мы вместе дружили когда служили в Золотой долине это их родственница Ольга Богданова вот значит ну пару слов возможно ее пожелать ей поздравить с днем рождения пожелать ей удачи значит благополучия в семье значит ну и собраться когда-нибудь с семьей и посетить Черное море с этой стороны нашей Бельбекский пляж отдохнуть Тихая пристань ждет да Тихая пристань ждет ну можно даже для в честь поздравления ее пару строчек сказать давай как же без этого значит пусть годы тебя не меняют и светлым будет твой каждый рассвет пусть близкие люди тебя понимают из Севастополя шлю свой привет а мы присоединяемся к поздравлению да вот вот у вас многостворений про рыбу там про ласкирь про другую рыбу что-то есть кроме ласкиря ну я конечно не поэт но вот то что мне нравится потому что на сегодняшний вот день если сказать значит пол жизни своей мне пришлось отдать вооруженным силам вот поэтому за эти годы много было лишений и так далее мы на это шли мы знали на что идем приходилось конечно нести службу и на Дальнем Востоке и в Абхазии и мерзнуть чуть-чуть на Чукотке в угольных копях там тоже много друзей находится вот поэтому поэтому приглашаю всех если есть возможность приезжайте присылайте детей уже взрослых ваших значит встретим проводим вот свозим куда в Севастополе очень много разных мест исторических более двух тысяч памятников поэтому есть куда заехать посмотреть и старины я уже напоминал и отечественные войны вот поэтому осталось время время для того чтобы вы собрались и приехали то есть на пенсии пора путешествовать и отдыхать а не вечно сидеть с внуками с детьми вначале потом с внуками и вот для друзей которых не бывали здесь или что-то обязаны здесь побывать я уже много раз говорил и вот читал свои строчки они мне нравятся эти строчки но хочу еще донести до друзей своих которых перечислил или другие которых может я забыл пусть выходят на меня значит и как-то будем решать в какое времени сюда приехать ну давай теперь ждем стихи твоей я уже повторяюсь я когда-то читал вот это значит для тех кто не бывал в Крыму хочу я сказать я точно он много в жизни потерял не посетивши полуостров в особенности касается это моего друга хорошего Стратиенко Стратиенко слышали вам личное обращение да а для всех друзей Михалыча чтобы поняли где он живет и как он тут процветает у северных берегов Черного моря есть такая в одноклассниках группа гарнизон бельбек в скобочках любимовка там есть видеоролики о пляже о рыбалке о погоде на пляже о людях которые здесь живут и отдыхают и тех кто сюда приезжает милости просим ну и в заключение я хочу сказать что вот спрашивал что о чем вот писать можно о всем писать как оно идет ну вот есть такое повторение я раньше его написал об окуне ну может оно необычное такое вот говорят о рыбе не пишется там о дельфинах пишут о природе и так далее а я вот такой специфический человек что вот пишу как могу о том что мне нравится что я прочувствовал сам что увидел поймал пожарил по вкусам я могу на разные темы говорить потому что рыбу ловил в разных регионах нашей большой страны значит и северную рыбу и разную корюшку тут либо и киту и горбушу и так далее и на Сахалине и на Камчатке и в Савгавани и на многих местах ну вот здесь у меня такое есть повторение про черноморского окуня вот никогда мы его нигде не озвучивали ну вот попытаюсь так вот озвучить это значит о окунь быстрый и проворный черноморский спору нет ходишь без границ в краях далеких для тебя таможней в жизни нет друзья твои ставриды и селедки живущие свободно в глубине гоняясь ловишь ты креветки и кормишься на отмелях в траве твои поклевки разные бывают то барабанишь а то резко рвешь не успокойся на дне рыбацкой лодки веками в море вольно ты живешь ну что ребята рыбалка закончилась вот я смотрю удочки у Михайловича зашел в гости посмотреть как тут занимался все сейчас будем монтировать эту рыбалку как никак я не просто там рыбачил я еще и тем самым называюсь представитель СМИ будем это все делать монтировать а все что мы поймали то что мы путешествовали как чем мы занимались как готовились как рыбачили как заканчивали рыбалку как снасти потом ремонтировали все вы видите хочу представить к вашему вниманию друга моего который никогда меня не бросает в лодке вместе мы с ним боремся с этой рыбой вот боевого летчика 62-го истребительного национального полка заканчивал здесь совместно со мной службу значит который предоставляет для нашего внимания эти интересные фильмы о рыбалке о природе Крыма вот пожелать ему благополучия на этом поприще я думаю что может завтра послезавтра я его сагитирую вновь на рыбалку совместно на лодке моей резиновой барх который называется так как появилась в море уже крупная рыба собирается в стае значит и можно поймать крупную рыбу чтобы показать вам эту поклевку как ее вытаскивать может даже будем брать подхват потому что вчера несколько штук крупных не мог поднять оборвалась грузом крючки дернулась в камни и обрезала ракушку леску вот по такой причине ну короче тогда получается так как говорят морякам семь футов под килем да но а мне как участнику съемки все чтобы флешка не не кончалась а что вы еще сидите кино тоже кончилось до будущих встреч спасибо 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 спасибо